друзья всем привет toyota camry сороковка очень классный автомобиль но это страшный сон автоподборщика особенно если идет речь о том чтобы найти этот автомобиль в ценовом сегменте до 10 тысяч ну я не знаю проще наверно в украине живого единорога найти чем такой автомобиль но иногда получается чудеса так наверное подумал парень который обратился к нам за автоподбором автомобиль который классный красивый на фото кстати перед осмотром я его отговаривал от этой затеи но человека очень тяжело отговорить особенно когда у него глаза вот так вот горят от близ лежащие мечты которая вот фотографии вот оно мое чудо я говорю не надо он говорит нет поехали посмотрим науки поехали посмотрим стоим ждем нашего пас продавца который сейчас будет нам показывать toyota camry а я мое вон он товарищ едет типа машину показать хотел и запустить холодную холодную не получится их там еще и двое ну типа ok молодые продаван щеки поехали до брая утра николай меня зовут по машине у нее заявлено 180 насколько это правда лежать я не буду уверять что это ровный пробег она мне досталась полтора года назад с пробегом а то есть вы хозяин в ней не занимаюсь машинами это машинами попала полтора года назад мне площадка здесь занимать продажами машин значит продал ее своему родственнику родственник на них харькове полтора года отъездил сейчас он у меня купил рейндж ровер это не оставил на реализацию то есть это какого-то стариком что что вы но и пробег я не знаю по кузову манила ли ничего на то что я знаю это левое крыло капот бампер фара менялась то есть в левую сторону она получила подушки на месте все там безопасность а целая на и стол проверяли смотрели электрика все исправно два комплекта резины зачем она сама закрылась 2 комплекта резины в общем девочка пошла слегка по рукам ну в том формате что сначала она была у вас свою продали я пока все нормально я благодарен за то что вы об этом говорите открыто потому что есть часть людей которые говорят машина моя ею купил на меня оформленной . а по факту он про нее сам ничего не знает поэтому 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 так а где ремонтировали что на харькове в харькове парни не знаю поэтому глупо спрашивать не я к тому что у меня был вопрос либо гидротрансформатор либо же сам гидроблок в ремонт то есть там уже если уже снимается коробка то там уже скорее всего думаю полностью есть и замена там они нас к там она обошлась до 1000 долларов ну в общем это это предположение по коробке просто нет сейчас никаких на любой стопа там зажмать проверить или проверить окей подключиться пока смотрим могу да ну начало уже неплохое парни честно сказали что к собственности этого автомобиля они отношения никакого не имеют они честно сказали что они не имеют понятия какой пробег у этого автомобиля они честно сказали что автомобиль был ударены в левую переднюю часть он был полностью отремонтированный ну вроде как полностью а какого она восьмого года до 7 просто ругнулся 7 и я что-то был уверен что 8 мой то вы и красили ли так досталось вы от машины чего ждете там космоса идеального состояния между ним ну я к тому что если мы понимаем что она бита мы смотрим дальше или бита сильно ну бита она была то есть не скрываешь на в передней части как бы и по телефону ну и есть вопросы грубо говоря и сзади и по задней правой части вот герметик который в принципе наносился он уже потресканный плюс закрашиваем было бы правильно заглянуть на эту машину с снизу там из того на час мы можем даже раньше подъехать не мы мы можем подъехать можно рассказать все люди очень часто хотят принципиально машину не битвы здесь это не так я понимаю там цена принципе такая она отремонтирована отремонтирована хорошо на развал скреждения готов заехать это все геометрия все там на полностью здесь здесь вопрос здесь если проходной барьер морально-этический да окей шагаем дальше просто если по безопасности вы час компьютером покажет безопасность по безопасности он по левой передней стороне уже что-то ругнулся я дополнительно сейчас запустил если там подушки там или что-то стреляла туда нет хватки этого парня надо отдать должное потому что он понимает что автомобиль битые не только спереди но и сзади но жажда получить желаемое вот его трохи превосходит и при условии что подушки на месте он согласен ехать на и ст и уплотнитель можно снимать руки чистые ну кстати что там не за все в порядке и этот не светится давайте посмотрим что даже интересно характер такой ошибки скорее всего здесь либо он не достучался до подушки либо же просто шлейф который тут шайба есть желтая может быть она повреждена зернала работать все кнопки на роли работают и светилась бы лампочка прибор на панель а с этой стороны подушки нету нет тут остатки от нее есть посмотрите загляните отрезанная подушка висит вот это вот ремонтировалась вот даже насколько глубоко если какая-то частичная ну я я не вижу того чтобы здесь менялась четверть но формат того что я услышал слова подушка безопасностью здесь нету за еще раз вопрос я нужно смотреть дальше спасибо за уделенное время да за такой ценник это конечно сложно но к сожалению camry оказался обычным битым дрыщом в такие моменты очень неприятно смотреть на реакцию людей на их не разочарование в глазах дело в том что людская натура она склонна к тому чтобы идеализировать предметы людей вот смотришь на картинку вот этот camry он такой классный такой прекрасный вот уже куда-то едешь далеко на этом автомобиле может быть на море может еще куда-то но увы реальность очень сильно приземляет знаете как на эмоциях уйдет на самом деле мне больше вопросов по морде тоже ну в крылья у нее стоят не зазор с бампером с капотом вот плюс заявлено что крашена только передняя левая часть там была история а по факту у нее больше вопросов к правой стороне уже правая сторона крашена и аж аж вот стойка до крыши плюс она еще где-то в жопу получала потому что там левый герметики и он уже растрескался и плюс он черной краской закрашен для того чтобы не обращать внимание вас подвести куда-то если вы там мимо индустриального будет я думаю да мне как бы все равно в ту сторону назад да честно скажу мы camry ну живую найти тяжело это уже знаете посмотрел ваши видео сиденья у нее крашеные то что он рассказывает что там типа только он точно знает что передняя правая сторона ну слегка обман потому как доверишь а подушки где а что не туда ну ладно нету и нету не были прозрения потому что ему изначально позвонил сначала посмотрите камри неубиваемая машина она очень долго ходит но самый живой экземпляр мы находили с пробегом 18 тысяч километров по ценнику немножко больше чем 20 тысяч долларов но это было правда в прошлом году но тем не менее а вообще на камри нужно целиться где-то ну после 11 там больше живых вариантов потому что все остальное стекло кстати у него забыл сказать плохо прицеплена хотел показать момент на что там отвлекли тем что только передняя левая сторона окрашена я перебросился на правую думаю ну неужели дальше если вы останавливаетесь на камре то тут есть смысл либо же взять эксперта на день в формате того чтобы насобирать большую кучу машин и осмотреть их за один день это будет намного дешевле чем вы будете рассматривать вот так вот автомобили либо же ну либо же вариант под ключ но под ключ если ценник будет там ниже 11 я вам не рекомендую потому что это будет просто потеря денежных средств хотя в общей массе весной когда машины меняются много то может быть и что-то где-то проскачет но мало вероятно к чему это вся история мы часто отказываем людям с откровенно небольшим бюджетом и с завышенными требованиями тяжело искать единорога которого все видели на картинках но которого не существует в реальной жизни это все делается для того чтобы в первую очередь сэкономить бюджет заказчика мы сейчас попробую объяснить мы выдаем результат еще до того когда человек начнет тратить на него деньги мы взвешиваем шансы на успех и говорим к чему это приведет и искать автомобиль за очень маленький бюджет и обещать что мы его найдем мы к сожалению не можем у нас другая политика мы ищем автомобиль желательно быстро который соответствует требованиям и хотелкам заказчика ну машине матюкаться же нельзя значит я помолчу заявлено по машине что косметический подкрас переднего левого крыла и бампера хотя бампер там он собранная из кусочков ну как из кусочков как минимум из двух кусков шов там был виден крашен он очень плохо крылья не совпадают передние по зазорам не с бампером низ капотом капот снимали задняя панель она от герметика отошла плюс у нее крашена вся правая сторона и крашена внутри с проемами и шпаклевана я не нашел следов того что варивалась какой-то элемент хотя порог очень крашеный дальше надо было детальная разборка но я задал парню вопрос чего он ожидает от машины если она была не сильно повреждена то это один вопрос если она была сильно повреждена она не интересует вот по подушке передней левой в истории написано что она не работает назовем это так или не работала ошибка отрыгнулась возможно это шлейф возможно еще что-то ошибка в памяти с учетом того что эту машину разбирали у нее должно быть гораздо больше ошибок в эту машину чистили вот то что у нее пробег ну окей улыбнула даже сам парень который продает этот автомобиль сказал что он не верит в то что это ее пробег но машина в целом очень хорошая машина в целом очень прикольная чем не хорошего не знаю наверное то что это camry то что это 35 и то что с него не выливается масло из мотора а так очень уставшая ударенная побитая короче автохлам посмотрели такое количество мрачных автомобилей что уже казалось бы вот он действительно целый кузов что ты делаешь вот блин вот кто ездит на camry и почему они потом после этого битые следующий автомобиль запросто можно назвать худшим автомобилем в нашей номинации мы его осматривали по дороге это не мой заказ был я волей судьбы был в запорожье был недалеко и надо было осмотреть этот автомобиль во первых площадку хрен найдешь потому что она в таком труднодоступном месте и без помощи продавца я в принципе не нашел бы ее а во вторых ну машина которая кривая даже еще издалека на фотографиях ровно классно хорошо но даже мне человеку который часто видит не очень хорошие автомобили было непонятно как это можно продавать да еще и не по низу рынка взор между крылом вот здесь и дверью большой а здесь он маленький трошки висит дальше вот здесь маленький здесь большой да вот переход вот потеки вообще не шум этой машине так мы примем нормально гонючка тут ядовитое где-то висит а это типа слой немного курили он пропаленные сиденья так насколько я помню тут мыши нужно быть для не курящего надо позвонить 0 сергей добрый вечер смотрю я этот авенсис 3 но но мрачный по покраске у него передний правая задняя правая плюс правая страна у него сильно сполирована полировали машину двери не крашены не нифига у нее проем крашеный ну да 192 в проеме 640 может конечно лыбу зацепил сейчас не не зацепил 436 сейчас вот до лейбы 411 то не даже двигатель запускать не будет потому же здесь кое-что кто-то обоссался на сиденье не уверен что будет видно вот на одном второе сейчас дотянусь камерой прокуренная ручка кпп стерты еще 825 в проеме пропунули втрощатый марну сейчас пришли тут она уставшая бампер приклеенный к крылу такое все реально плохо мотор как будто блондинка сверху маслом поливала но он реально очень уставший хоть от слова очень плюс у него в зазорах крыло сверху большой зазор снизу маленький идем по той же двери дальше снизу очень большой зазор такой миллиметров наверное 6 сверху меньше четырех это по дверям и плюс у него уже а нет это не ржавчина где-то он отхватил еще заднюю правую арку ну в общем такое здесь богато шпатлевки поэтому натихалу так как темнело я быстренько заснял видео для заказчика и чтобы было общее понимание вообще было бы немножко больше времени я бы записал более детальный более длительный обзор там большое количество всяких царапок очень много моментов которые ну вот например по шпаклеван автомобиль сверху зачухано не выведена шпаклевка еще горбатая такая наждачная бумага и все это дело сверху покрашена дверные проемы очень сильно пошпаклеваны ни одна дверь не стоит зазор крыло стоит матом сиденья прокуренные в салоне воняет ну в общем и этот автомобиль стоит совсем не по низу рынка то есть ценник у него чуть чуть ниже среднего но сказать он там самый дешевый нет нифига и слава богу что мы в принципе были недалеко и посмотрели этот автомобиль и и нам не пришлось ехать в запорожье специально смотреть эту хрень а вот этот вот автомобиль он действительно очень интересный со стороны профессиональной деятельности с виду машина просто ласточка я сам сначала даже не понял что у машины не все хорошо с машиной скажем так сейчас будет запуск двигателя почти холодный мне нужна история по машине получится ее оперативненько сделать ну да двигатель у меня работает ровненько пока все нормально пока никакого срача не вижу слегка затаскиваю нее ремень который ремень который водительский безопасности я имею ввиду ну такой аккуратненький салончик очень аккуратненький так больные места сразу смотрим так тут ржавчины нету здесь здесь на самом кронштейне уже есть внутри внутри ровненько внутри этого нету очень похоже что эта машина она была не трассовая а городская значит официальную историю сейчас запросим поэтому рано я уже скинул венку от парни сейчас вытягивают ну а пока а пока сейчас сразу померяем что она действительно как заявлено классное интересное так по ремню сразу кулья уже здесь ну в общем вот слегка потесанный ремень может быть конечно потому что потому что и вот так вот пользуются но маловероятно по рулю рейки стука не слышу сам рулем не задроченные но смысле не запиленный заявлено 182 тысячи километров как я уже сказал сейчас эту тему проверяют если у него 182 ну очень в принципе похоже так сверху чуть-чуть залапано французами есть легкие следы царапины но это мелочи жизни так впечатление очень неплохое ну в общем следов того что он недавно мылся я не вижу но в принципе мотор у нее мотор у нее ну а так срача пока не видно по турбине да вот он мылся надо будет скинуть патрубок посмотреть если чуть-чуть болтается болтик смысле всего лица люфт имеет здесь видно что крыло снимали зачем не знаю посмотрим на подъемнике внизу здесь следов того что она снималась я не вижу хотя но здесь не закрученная так но крыло пластиковая сверху никаких повреждений я не вижу лонжероны видимая часть абсолютно ровная нормальная а дальше дальше надо смотреть снизу уже наверняка догадались что если этот автомобиль попадает в трэш то с этим конем совершенно не все так хорошо самое интересное ждал у нас впереди на исток нарезте у когось я бачу шуруповерта вы снимаете а можно я поделюсь видеть какую маркер у него вот тут какие будут стоить скинуть патрубок с интеркулера тоже так вам скину додан уже дуже в дуже вдячний а как мы заводим а навещо заводить я что-то зараз там масло полизы с него то мы разумеем что тут торбачей турбине не льется али его тут пипец китину льется было там ну разумело можно же эту тряпочку все 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 вдягаем да я уже побачил что ему доброго дня цей стабилизатор инказав что он поставил новой на смысле правую сторону вона не стукаю але я не не бачу чтобы он новый был бояш лапша на уши народе вы еще машине казалось что еди треба покупати парою у цьому жопа вот тут тут стойки не надо парою окей в дубну напевно их не надо парою так мы не было зацикавленности здаётся за з цим крилом ремонту я не бачу але крило там відкручене чи з цієї сторони з цієї сторони також нема але тут маслом все засрану пипец оце оце откуда с коробки витекает акушу у нас катализатора тут же не мая та ну блин она тупо переоцінена ця машина коллектор же зламанный до прикручивается оце бачите короче сделано над ну в мене якшо условным а раз дивимся далее так ну сзади тут сзади 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 тут більш-менш все нормально так тут є тут є тут женихав вже давно нема і судячи з того як воно сзади коптил вже нарядно ну тут калодок там хоч трохи залишилось ну враховуючи так як супер при придавлю не завжди правильно працює тут також він не прилягає ну короче такий удрич накрашеними губами а раз пишем защиту на этот автомобиль у нас были большие надежды что у нас что у заказчика потому что мы посмотрели уже достаточное количество не очень хороших автомобилей и вот он целый кенга у него целый кузов он не битый он не крашеный он очень хорошо выглядит и вот это вот пример того как шедеврально сейчас работают перекупы как они готовят машины к продаже человек который видит автомобили каждый день ну вот частности я я не понял что у этого автомобиля 320 тысяч пробега настолько он хорошо был подготовлен но снизу как только сняли защиту машина оказалась как я сказал удрич с накрашенными губами я другого не могу сказать с нее вытекает масло с турбины у нее вытекает масло из коробки к слову коробку там уже ремонтировали на ста девяносто тысяч а на двухсот двадцати у нее уже меняли сцепление ама на момент осмотра напоминаю что автомобиля на сто восемьдесят две тысячи пробега просто мечта любого частного честного предпринимателя заиметь себе такой классный коммерческий транспорт который без сколов без ударов без подкрасов кузов цели из единой точки ржавчины но от мотора и силовых агрегатов у этого автомобиля уже ни хрена не осталось там будет стабилизатор хлопцы будет новый стабилизатор по факту это она такая легкая лапша или же правильно сказать игра слов будет стойка стабилизатора мне в машине он рассказывал что правую ему поменяли поставили новую поднимаем на подъемник ну в общем новым там даже не пахнет поэтому вот то что рассказывают делить надо на 12 и самое вот противное то что хлопцы да я продам всю машину то есть у него есть стопроцентная уверенность что эта машина уйдет и я ему верю эта машина уйдет последний с теми мрачными экземплярами которые мы смотрели этот выглядит очень достойно ну очень хорошо но больше 300 то есть 300 плюс плюс здесь вырезан сажевые фильтры причем ну так вырезаны грубо и и наглухо здесь сломанный коллектор уже то есть держится она на чесном слое дать ему пару раз под сраку отвалится этот коллектор пениной маме и ни к чему хорошему это не приведет в общем подытожим удрочек с накрашенными губами других слов у меня нет теперь надо сделать комментарий почему люди часто хотят понимают что скрученные пробеги все равно не хотят машину со скрученным пробегом поясняй вот для такого мотора он ходит много мы такие машины привозили парнем с убера они доезжали до 400 до 400 тысяч скидывали под дом меняли вкладыши ставили обратно и ездили дальше ездили еще поэтому мотор вот этот вот 1 и 5 он действительно классный но не за те деньги которые на него просят и без стыда без зазрения совести уступлю 300 долларов типа это вот большая цифра на этом то есть чувак заведомо понимаешь у пополам поделил пробег для него это абсолютно нормальная вещь ну да как же по-другому продать машину тем более она выглядит на этот честно скажу я повелся на то что у нее в районе там 200 очень действительно она хорошо выглядит но у нее не больше 200 заглянуть заглянуть сразу в радиатор было бы стало ясно понятно но в общем мелочи которые собираются вокруг они сразу же вытягивают общую картину и в общей картине мы понимаем что сверху машина помытая пылью прикиданная и не в общем-то типа классный мотор там есть места где он не вытер на патрубке турбины я он испачкался до сих пор пальчик грязный как-то так сегодня побывали в нескольких измерениях практически сегодня были на температуре минус 2 со снегом сегодня было плюс 2 с конкретным дождем а сейчас уже плюс 10 и светит солнце люблю нашу украину с ее такой погодой прекрасной но пока не переобуваюсь на летом потому что многие уже переобуваются я еще не ведусь потому что мы катаемся в разных местах и в заснеженных в том числе ни один из этих автомобилей не продавался дешево я понимаю что каждый хочет продать автомобиль подороже но все должно иметь свою цену ребят на сегодня все с вами был николай тарануха киев компания один авто спасибо большое что досмотрели это видео до конца всем удачи на дорогах всем пока пока у меня есть легкий разрыв шаблона ну все нормально все хорошо все замечательно но есть один стишок который я знал еще с юности и я был уверен что написал его владимир маяковский какое же мое сегодня было удивление что это был не владимир маяковский ребят для тех кто вырос восьмидесятые напишите чей это стих потому что ну для меня произвело впечатление я был уверен что это маяковский стихотворение называется как жить как жить на собрание подскажут что пить почитай в указе что есть в полезных советах указ прочитай три раза и два окрылатых ракетах где жить разузнай в исполкоме на что то разве это важно что петь тебе скажут в горкоме борцом будь за мир отважным с кем спать спросил ячейки дадут там ответ достойный потом клейми недоделки нет крик не звездным воином что не так обратись в газету или в радиопередачу помогут отцовским советам и не другие все заплачет зарплату отдай фонд мира пусть в мире смеются дети с начальством будь скромным и тихим она за тебя в ответе вступай в досав скорее крепи страны и оборону в месяц 30 копеек и за оборону спокоен партии нашей слава пройдя поклонись об кому да здравствует наша держава великие наши законы жизни лича заветы вперед с нами алые стяги все мы за мир в ответе поднимем повыше флаги ребят кто знает без гугла по чесноку кто написал это стихотворение я был удивлен а